Мой любимый Франсуазон и его двуличный любовник. Напишите, как вам, кстати говоря, фильм. После просмотра этого фильма у меня возникла идея, что на старости лет мне нужно будет заняться вообще всем этим кинематографом. То есть я сама буду писать сценарий и сама буду режиссером этого фильма. Как вам такая идея? У меня такое чувство, что мне это дико понравится. Хорошо, погнали. Двуличный любовник. Какая есть особенность у этого фильма? Вот это послойность. И у Франсуазона несколько таких фильмов, в котором есть вот эта самая послойность. Первый слой – это то, что нам изначально показывает режиссер. И это то, во что мы верим. Правда же? На самом деле мы смотрим глазами больного пациента на это все. Второй слой – это то, что на самом деле происходило там. И третий – то, что каждый может вложить сам для себя. Уже какой-то аллегорический смысл. Каждый человек, каждый зритель может по-своему интерпретировать какие-то сюжеты в этом фильме. И поэтому давайте и посмотрим всю эту послойность. С чего все начинается? Первое, что мы видим – это девушка, которая находится в тяжелой депрессии. Но я не могу назвать это прям клинической тяжелой депрессией. В противном случае она бы просто не доползла до этого салона красоты. Все-таки она жила свою социальную жизнь, она где-то как-то худо-бедно работала, но зашла в очередной кризис, в очередную завалилась депрессия. И очень часто, обратите внимание, когда женщины, особенно женщины, заваливаются в депрессию, и часто этому предшествует, допустим, какое-то расставание с любимым человеком, то женщина, первое, что она делает, ей хочется подстричься или покрасить волосы. А некоторые идут вообще на радикальные меры, и у них возникает стойкое желание просто сбриться полностью на голову вообще, сделать такую плешенку себе, лысенькую. Видели, наверное, да? Или набить какую-то татуировку, полностью покрыться этими пирсингами какими-то. То есть сделать нечто, что как будто бы переродится, выйти из этой старой кожи, зайти в какую-то новую реальность и создать себе новую жизнь. Вот в данном случае наша Хлоя как раз во все это и зашла. В этом мы видим. Далее она страдает, как нам кажется изначально, от психосоматического заболевания. То есть стоят некоторые блоки, опять же, то, как продемонстрировал нам вот этот сценарий в самом начале. Мы видим, что как будто бы есть какие-то блоки, какие-то связанные с матерью, с непринятием матери своего ребенка. Ребенок нежеланный, вот эта доченька. Соответственно, ее врачи отправляют на психотерапию. Она приходит к психотерапевту, занимается со своим животом. Вроде как живот этот перестает болеть. И что происходит? Происходит контрпереносная реакция у нашего терапевта. Он влюбляется в эту Хлои. Они очень стремительно начинают жить вместе у Хлои. Становится со здоровьем, да, с психическим и физическим все очень хорошо. Радостно она находит прекрасную работу, любимую. Становится более женственная. Носит еще больше юбочки, какие-то каблучки. В общем, в целом, да, так она расцветает, скажем так. Но вот вдруг что происходит? В какой-то момент она обнаружила, что у ее поля есть родной брат-близнец. Она начинает встречаться и с тем, и с другим. И понимает, что тот альфа-самец, яркий, брутальный мужик, хотя они абсолютно вроде идентичны, но тот второй брат, действительно, в нем есть очень много мускулины, альфа-самцовой такой энергии. Он ее хватает, обращается с ней очень садистично. И вместе с тем она получает это разрешение на оргазм, на расслабление. И впервые за долгое время, возможно, она не ранее вообще никогда не испытывала эти оргазмы, она испытывает с ним настоящее пиковое такое сексуальное наслаждение. В отличие от другого первоначального ее, вот этого брата Поля, да, ее психотерапевта, с которым она не испытывает никаких сексуальных удовольствий. То есть она его вроде как бы любит, но страсть испытывает к другому брату. Вот такое какое-то произошло внутреннее расщепление двух вот этих братьев. То есть периодически мы видим, что что-то странное, и нам кажется, действительно, может быть, никакого второго брата нет. Правда же у нас в какой-то момент закрадывается эта идея? Может быть, это все ее плод каких-то воображений? Может быть, это стойкие галлюцинации? Это все ее какие-то фантазии и иллюзии? То есть мы постоянно находимся в некотором подозрении, потому что режиссер нам показывает, что Хлоя западает в эти психозики маленькие, в которые обычно и заходит пациент с пограничным личностным расстройством. Соответственно, она периодически в них западает, заваливается, и вдруг видит, как они раздваиваются одновременно, раздваивается она, они приходят, занимаются все сексом втроем, потом вчетвером. То есть есть какие-то такие сюрреалистические эпизоды. Мы видим, что это набирает какой-то такой уже галлюцинос стойки. Соответственно, мы сами, как зрители, начинаем сомневаться в том, что оно так и есть. И по факту оно действительно оказывается, что это были галлюцинации нашей Хлои. Но неважно. Вот если брать сам вот этот первоначальный уровень, так сказать, то, во что мы верим, то, что нам показывает режиссер, то, во что он нас погружает, мы видим действительно двух близнецов. И это так часто бывает, что вот этот альфа-доминирующий близнец, он первый, во-первых, выходит у мамы из вагины, он очень часто притесняет брата, он обычно набирает чуть больше веса, он более здоровый, более хитрый, смекалистый, умный, более успешный. А второй, который более пассивный, вот такой, он и второй позднее выходит, как правило, у мамы из вагины спустя иногда и 30 минут, спустя даже час. Да, более хилый, худенький, здоровье-то у него слабее, потому что первый доминирующий близнец высасывал все по максимуму. И от матери, и от брата, в общем, забирал все на себя. Соответственно, как будто бы между братьями существовала многолетняя конкуренция, многолетняя борьба, и такое действительно бывает. Мы уже с вами разбирали близнецов, двойняшек, да, когда есть так, когда получается, что один поглощает, как бы, как сказать, один отождествляется с другим, и это некоторая такая единая, как бы, получается, субстанция, единая, что ли, личность, особенно если родитель дарит один тортик на день рождения для двоих, одевает детишек в одну и ту же одежду, да, все делает абсолютно одинаково, то дети перестают вообще растождествляться и идентифицироваться с собственным «я», у них есть стойкое ощущение «мы». Поэтому, с одной стороны, в этом есть много каких-то плюсов, то есть это близкие люди, но, с другой стороны, вот это такая отсутствие самоидентификации налагает на них другие трудности. В данном случае было ощущение, что как будто бы мать больше любила одного близнеца, а меньше другого, соответственно, зарождало в них вот эти какие-то военные действия, между ними бесконечные бойни и драки, что они делили место под солнцем, и каждый захотел идти своей дорогой. Потом мы понимаем то, как нам преподносит это озон, что была какая-то предыстория, трагическая была какая-то любовь, и как будто бы это все повторяется по второму кругу, но уже с Хлоей, да, с новой героиней, в которую они берут в обороты тот и другой брат. Ну, в общем, короче говоря, этот фильм вызывает такие интересные чувства. Еще, конечно, это такой дом-киношный фильм, то есть ты должен зайти в определенное состояние, в определенное настроение, потому что ранее я смотрела этот фильм, там, некоторое время назад, и я даже не стала смотреть его продолжение, он меня вообще не зацепил. Что нельзя сказать про сегодняшний день? То есть сегодня я прямо с удовольствием посмотрела Озона, да, потому что я любила все фильмы Озона, вышел этот, и как-то думаю, что-то не то, но я зря так на него, зря я его недооценила, в этот раз мне он очень и очень понравился. Причем этот фильм вы очень просили меня на протяжении длительного времени разобрать. Что, Вероника, давай разберем Озона, давай разберем двуличного любовника, вот мы его с вами и разбираем. Скажите, пожалуйста, какой из братьев вам был ближе, который был таким ярким доминирующим самцом, или брат, который был более интеллигентный, в очочках такой, более пассивный, спокойный мальчик? Вот что для вас ближе? Потому что лично я примеряла на себя эти два образа, вот Поль больше подходил под роль мужа, что вот такой должен быть муж. Очень спокойный, рассудительный, ответственный, да, на которого ты можешь положиться. А вот такой, который будоражит, загоняет в страсть, в боль, в обиду, которого хочется бить, которому хочется писать какие-то дерзкие сообщения, с которым без конца хочется бунтовать, драться и восстать против этого всего, вот любовник как будто он должен быть такой. И это нечто компенсирующее, взаимодополняющее, что должно быть в твоей жизни и одно, и другое, и одно, и другое, но у всего наступает конец, и когда тебе уже, извините меня, не 30, а больше, и ты понимаешь, что это тебе больше не вынести. То есть количество твоих нервных клеток просто не хватит на этого доминирующего самца, чтобы дальше продолжать с ним вот эти БДСМные отношения. Но на этапе, когда у тебя есть еще порох в пороховнице, когда у тебя есть энергия и силы, так сказать, то это безумно интересно, глубоко, весело и очень, так сказать, дает для творческого какого-то потенциала дикое количество внутренней энергии, вот этого топлива, да, эти БДСМные отношения. Но опять же стоит помнить, что нужно себя щадить, и особенно после 30 с подобного рода отношениями нужно завязывать. Все это дело все-таки каких-то молодых историй, вот такие доминирующие самцы. Ну вот мы с вами видели прекрасный момент, как они идут в магазин, секс-шоп, покупают огромный фаллос, она лишает его девственности, а именно анальной девственности, да. Причем Азон прекрасно изобразил эту сцену, вот сцена гомосексуального секса, и что на самом деле, что это вначале может быть очень болезненно, ну как это будет приятно потом, и насколько это потом затягивает мужчину, он не может отказаться от этого анального секса, у него рождаются все больше и чаще эти гомосексуальные фантазии, да. Ну вот тут мы видим на самом деле, как Азон сделал из нашей главной героини немножечко такого 13-летнего мальчика-подростка, правда же? То есть отсутствие женской груди, отсутствие этих форм ярких, отсутствие длинных волос, яркого какого-то макияжа, то есть это было нечто такое унисексуальное, которое пристегнуло вот этот член, и как следует жарко оттрахало своего любимого мужчину, своего пола, да. Ну он такую неоднозначную реакцию выдал ей на это, он сказал как бы, ну ты хочешь, это я как бы сделал для тебя. То есть ему было крайне трудно признаться, что он мог получить от этого какое-то наслаждение, что Ватсон к трубке пристрастился, и уже от трубки, в общем, ему никуда не деться, он на нее, так сказать, подсел, да. Вот такая вот история. Потом в конце концов она как будто бы понимает, что альфа-самец был другой, и другой брат один другого как будто бы потрахивал, что как будто бы, то есть Азон туда приплетает и гомосексуальные отношения братьев, они начинают целоваться в ее фантазии от друг с другом, да, она думает, кто над кем доминировал, кто кого в попу потрахивал, что вообще между ними происходило. Роется как будто бы в каких-то документах в надежде найти компроматы, найти что-то, о чем все больше и больше, какая-то информация, которая раскроет ей глаза на всю историю вообще предшествующих событий между братьями, да. Ну вот такая вот драматическая история. В дальнейшем у нее возникает стойкое ощущение, что она беременна. Но ведь что характерно и что интересно, она всегда находилась в состоянии, мы с вами сначала думали, что же это такие за диссоциативные переживания, да. Она думала о том, что есть рядом со мной всегда сестра, что у меня есть родная сестра-близняшка, что у меня есть близняшка-сестра. Она как будто бы мне помогает, она всегда со мной, вот как будто как ангел-хранитель меня защищает. И это действительно было по итогу так. Соответственно, возможно, бессознательно она чувствовала, что в ней находится. Сейчас тихонечко переходим ко второму слою, да, вот этого фильма, когда мы уже понимаем с вами, что все это были галлюцинации, в которые она у нас периодически заваливалась. Как пациент с пограничным расстройством личности, он может жить, в принципе, обычной жизнью, но периодически имеет вот такие состояния, маленькие психозики, как ямка, в которой он раз завалился, раз провалился, вынурнул, да. Вот у нее, собственно говоря, волнообразно это все так и происходило. Да, вот эта депрессия фоновая, бесконечная, сменяющаяся ими вот такими галлюцинозами, стойкими. Но они не стойкие, опять же, да, нельзя назвать их стойкими, нельзя сказать, что это какой-то манифест яркий. Просто вот она периодически в них заныривала и выныривала. И это позволяло ей, так сказать, функционировать все-таки в этой жизни. То есть не уходить окончательно на боковую. Все, она могла между вот этой бредом, сном и реальностью все-таки как-то варьировать, правда же? Она могла как-то серферить между этими гранями. И мы в конце вот сейчас обсуждаем с вами вторую плоскость. Выясняется все-таки, что это была ее мама, что никакого брата-близнеца у Пола нет, что это были просто вот такие маленькие психозики, маленькие галлюцинации, да, такие у нее. И что интересно, выясняется, что она как бы находилась в состоянии бесконечной виновности за то, что сожрала свою сестру. Как людоед поглотила ее в себя. То есть, вероятно, бессознательно было понимание того, что она сделала что-то не то. Мало того, что она ощущала виновность за несоответствие вот этого рождения, она не должна была родиться. Она видела это в глазах своей матери, которая отрицала ее, которая не ждала этой беременности. Эта беременность была ненужной, да, это была нелюбимая дочка. Вот таким вот образом. И она чувствовала вот это бремя ненужного ребенка, что она мамочке что-то испортила, да, как-то не оправдывает, может, ее и ожидания. Соответственно, мы не видим, что она там закончила какой-то университет, получила какую-то особую там должность, развивается как бизнесмен или как карриалист. Она просто, ну, вот сидела, как эта бабушка старенькая, где-то уже, я не знаю, в каких-то музеях. Ну, в общем, что-то такое очень несерьезное. Плюс ко всему сожрала свою сестру-близнец, в прямом смысле слова. Такие случаи действительно случаются, когда внутриутробного развития в эмбриональном периоде один близнец съедает другого, поглощает как бы его. И вот еще на клеточном таком уровне происходят такие особые биологические процессы, что в конце просто этот маленький паразитирующий близнец живет на протяжении очень долгого времени, может и всю жизнь прожить. Где-то там в животе он прососедился, он каким-то образом сформировался, и вот живет маленький такой паразитик. Он как бы в себя всасывает кровь, почему она была такая бледная, она была очень худая, как если бы в ней жили глисты вот такие, пожирающие ее вампиры. Так вот этим маленьким вампириком была ее как раз сестра. И здесь вот у нее была виновность, что она сожрала эту сестру, которой, в общем-то, не удалось как бы из-за нее родиться и прожить свою жизнь. То есть это была моя сестра, и вот она это стойко осознала, стойко это ощутила, и, в общем-то, как-то очень сильно отреагировала. Ну и вообще вот эта заключительная сцена о матери с дочерью, конечно, была крайне сильная, они обнимаются, как будто бы у мамы происходит прозрение, ты мой единственный ребенок, хотя обычно эти вещи случаются крайне редко. Ну, с трудом можно себе представить, чтобы 70-летняя мама, да, мама такая уже возрастная была, причем довольно известная актриса французская, что возрастная мама вдруг понимает, что эта дочка ей очень сильно нужна и как она сильно ее любит. Нет, все-таки это что-то из разряда вообще казуистики. Обычно со временем все эти вещи вытесняются матерью, и эти неприемлемые воспоминания, они деформируются, как-то искажаются, и она воспринимает это так, как ей выгодно. Потому что сказать матери «я уделяла тебе мало времени», это говорит о том, что ей надо было признать, что я была неправа, а признать свою собственную какую-то вину и неправоту уже спустя столько лет, в возрасте 70 лет, это очень травматично для хозяина психики, поэтому человек всячески выбирает это вытеснить как-то, да, что это, в общем, я была хорошая мама, делала все, что могла, и вот я такая замечательная. Почему-то мне, кстати, Успенская, сейчас любовь Успенская вспомнилась, что вот она, вот мы видим, как это выглядит, когда человек не хочет вообще увидеть никаких слепых пятен в своем материнстве, никаких как будто бы недочетов. Я была идеальная, я была идеальная, я была идеальная. Вот что обычно происходит. Вот это классика жанра. То, что ждет, собственно говоря, практически любую мать, которая не хочет признать, что она где-то была неправа, даже не где-то, а очень много где была неправа. Вот. Что еще мы с вами упустили? Ну и вообще вот это такая интересная эти сцена. Рядом с вами я чувствую, что существую, когда она ходила на эту терапию, да, как между ними зарождались эти чувства яркие, и это на самом деле происходит. Действительно такое бывает, что терапевт заходит в контрперенос, не может справиться со своими реакциями и выбирает просто жениться на своем пациенте. Да, девочка такая очень жертвенная, но вместе с тем мы видим такие очень лобильные настроения, да, психика такая неустойчивая, ее куда-то то в агрессию, то в какую-то печаль, то в какую-то радость, то еще куда-то, да, ну вот в таком пограничном, значит, пограничное личностное расстройство. То есть здесь можно поставить смело. Хотя, конечно, одна из такой, ну, яркой симптоматики при пограничном личностном расстройстве бывает саморазрушительное такое поведение в виде там наносить себе какие-то увечья, но в данном случае в ней это все равно было, вот чувствовалась эта тенденция на саморазрушение, правда же? Вот она ей говорит, допустим, если ты не будешь есть, ты будет еще хуже, помните, вот этот момент гинеколог, то есть она себя наказывала, пусть не каким-то там издевательством, ножом как-то или что-то такое, она там лишала себя еды, допустим, да, вот какие-то такие были мазохистические побуждения. Вот. Ну вот очень хорошо в данном случае показаны вот эти две яркие потребности, что мне вот и это нужно в жизни, и вот это мне тоже нужно. И непонятно, как мне вообще расстаться. И одного люблю, и другого, и вот объединить их невозможно, и вот как хочется, чтобы вот, вот как это все, как это все воплотить в свою реальность. То же самое на самом деле происходит и с мужчинами. То есть жена, которая рожает ему детишек, он не может ее бросить, это молодая жена, родила ему детей, на нее все оформлено, а он видит в ней как бы уже близкого, родного человека. Но сексуального побуждения, влечения уже к ней нет. Но она вся такая мокренькая, то беременная, то кормящая. Он вообще видит в ней очередную свою, ну, если дочку свою какую-то видит, маленькую сестру свою видит. То есть он ее любит, это его дитятка. Но он не испытывает этих побуждений, он не испытывает этой страсти, а ему очень хочется. Особенно как творческим мужчинам этого очень хочется. И он ищет эту музу какую-то где-то себе на стороне. И очень тяжело как-то варьировать между одной и другой женщиной в современном мире. Это получается, возможно, у олигархов, которые закрывают любые вопросы, да, своими деньжищами. Но у обычного среднестатистического человека это вызывает огромные проблемы. Потому что одна названивает, вторая ревнует, тут какие-то еще истории, там дети, тут дети, тут муж, тут там жена. Ну, в общем, полный вот такой дурдом вот этого любовного треугольника происходит. Правда же? Так что вот, что еще мы с вами должны обсудить? А по поводу привязанности... Так, Чих, ты или приходи, или уходи. Чих, определяйся. Определяйся, Чих. По поводу терапии клиента-терапевт. Что я еще хочу сказать? Вот здесь очень хорошо показано, как непосредственно сам терапевт заходит в контрпереносные реакции, как он влюбляется в своего пациента, какие он сильные чувства начинает к нему испытывать. И действительно трудно не зайти в этот контрперенос. Объясняю, почему. Не только пациент влюбляется и заходит в свой перенос, в свои проекции, в свой трансфер. Не только. Но и сам терапевт. Почему? Я как терапевт отдаю тебе, моему любимому клиенту, свое время, свои силы. Все как бы себя, все свои старания. Я вкладываю в тебя свою душу. И если терапия длительная, и еще мы как-то совпали на уровне личности, то есть нам, в принципе, комфортно вдвоем. Мы друг друга понимаем с полуслова. То у меня формируется привязанность к тебе, мой клиент. Вот в чем дело. Я смотрю на тебя уже как на собственное детище, как на собственный продукт. Я выросла тебя. Я вижу, как ты становишься более успешной, как ты становишься более здоровой, психически, физически, красиво расцветаешь, богатой. Ты как моя малышка, которую я сама родила, взрастила. Я не могу просто так взять и с тобой попрощаться. Я уже сформировала к тебе стойкую привязанность. Мне важно, как дальше пойдет твоя жизнь. И у меня бывает так, что я слежу за своими пациентками, они уже не ходят ко мне 200 лет, но мне важно один раз в полгода, два раза в год зайти на страницу и посмотреть. Ага, моя Катенька, Леночка, Дашенька, как у них дела? Что у них? Вот это как мои детки, в которых так много, вот я где так много себя отдала. Вот еще что. Понимаете, да? То есть рядом с ней он чувствует себя каким? Умным, красивым, нужным, любимым. Он чувствует себя рыцарем, который спас эту бедную девочку. Правильно? Соответственно, терапевту трудно самому не влюбиться, своего клиента. Вот я сейчас это вам очень хорошо объяснила. А, и прекрасная такая концовочка, где очень метафорично показала Озон, как разбивается это стекло, где стучит ее сестра вот это в стекло, разбивая это стекло, как будто эту грань, эту пленку, этот запрет на удовольствие, эту стойкую виновность, после которой она, наконец, получает оргазмическое наслаждение со своим полом. Все, произошла вот так иллюминация, произошел тот мощный взрыв. Все, да? Эта виновность рассосалась. Все, ее больше нет. Она признала, что ей сказал и пол, и мама, и доктор, что в этом нет ее вины. Все, снята виновность, ситуация осознанно, и произошел мощный выброс, как катарсис такой, осознавание вообще предшествующих каких-то процессов, отягощающих ее все эти там долгие-долгие годы. Правда же? Ну вот и все. В общем, мы с вами любим очень Озоны, и сейчас мы будем, наверное, следующий фильм, который мы разберем. Это «Лето». Напомните мне, «Лето», Франсуа Сазон, «Лето». Давайте посмотрим. Я его смотрела, этот фильм. Я его смотрела, и хочу его вам порекомендовать. Франсуа Сазон, фильм «Фильмы». Вы его посмотрите. Я не знаю, вышел он сейчас, этот фильм, на таких вот каких-то. «Лето 85-го». Да, давайте разберем с вами «Лето 85-го». Неплохой фильм, такой можно его посмотреть, можно тоже очень много что интересненького оттуда подчеркнуть. Так что следующий четверг у нас «Лето 85-го». Надеюсь, я успею его с ним. Все, мои дорогие, вас целую и обнимаю. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал и заходите на мой сайт veronikastepanova.com, чтобы приобрести там очень много полезной информации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!